Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Бесплатный Репетитор. И мы с вами продолжаем данный плейлист, который так и называется Бесплатный Репетитор, наш золотой плейлист, и двигаемся далее по нашему плейлисту. Итак, посмотрим некоторые ваши комментарии. Все время путаю get money и earn money. Я не расстраиваюсь, потому что при повторении, исправляя ошибки, замечаю прогресс. My progress motivates me. These lessons help me. It really helps me. Thank you, my teacher. Значит, друзья мои, действительно, есть более сложная лексика у нас. Мы словарный запас пополняем в рамках нашего плейлиста, и встречаются новые слова, новые выражения, такие как earn money. Конечно, их сложнее запомнить, это нормально, и просто, на самом деле, отлично, что вы делаете выводы и работаете над своими ошибками. Это просто, на самом деле, потрясающе. Далее, название плейлиста полностью соответствует, действительно, золотой. Занимаясь по зеленому плейлисту, остановился на 50-м уроке, неправильные глаголы, решил этот посмотреть, тоже очень понравился, идет легко, почернул некоторые тонкости по правилам, очень много практики, а это невероятно хорошо и полезно. Буду ребенка через год или пару лет по нему учить своего, пока и два годика. Значит, я, друзья мои, рад, что вы оценили наши другие плейлисты, значит, зеленый, синий, также оранжевый, значит, основные плейлисты, и также этот плейлист я рад, что вы видите, что он удачно дополняет те плейлисты. Здесь, на самом деле, тоже очень-очень много практики, и, как вы просили, как раз больше практики, наверное, на he, на she, it, то есть на те моменты, может быть, которые мы, значит, которым мы делим меньше внимания в других плейлистах. Я очень рад, друзья мои, и действительно, далее занимаясь по этим плейлистам, и этот плейлист тоже в дополнение. Отлично. Значит, давайте с вами переведем некоторые предложения и хотим сказать, у него есть идея. У него есть. Значит, мы с вами разбирали правила, общее помните, если he, she, it, то глагол добавляется as. Но что касается глагола have, это исключение. Нужно запомнить, что не as добавляется, а становится has. Например, у него есть идея. Будет у него есть. He has идея an idea. И также вспоминайте материал из предыдущих уроков, где мы с вами разбирали артикли и другие тонкости. Здесь, видите, материал накладывается. Что-то упустили, значит, ранее, и уже сложнее понять, почему эти или иные артикли или слова. He has an idea. Далее. У нее есть некоторые идеи. У нее есть. She has. Да, здесь, видите, как вы заметили, тоже, значит, гласный звук, поэтому з, з. Но везде не буду писать, просто вначале вам как раз хочу эту мысль донести. Has. She has. Очень многие также оглушают. Has, говорят, это ошибка, это большая ошибка. She has. У нее есть некоторые идеи. У него есть мотивация. У него есть. Помним неисчисляемое, артикль не нужен. У него есть собака. У него есть. He has. Собака. A dog. He has a dog. У нее есть кошка. У нее есть. She has. Кошка. A cat. She has a cat. У него проблема. У него. He has. Проблема. A problem. He has a problem. У него некоторые проблемы. У него. He has. Некоторые. Some. Проблемы. Problems. He has. Some. Проблемы. У него. Большие проблемы. У него. He has. Большие. Big. Проблемы. Проблемы. He has. Big. Проблемы. Проблемы. У него. Очень. He has. Очень. Very. Большие проблемы. Big. Проблемы. Проблемы. He has. Very big problems. Значит, помним, видите, нечисляемое и множественное число, артикль не нужен. У нее есть вопрос. У нее есть вопрос. She has. Вопрос. A question. She has a question. У нее. Один вопрос. У нее. She has. Один вопрос. One question. She has one question. Помним, если числительное, то артикль не нужен. Have. 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 Has. He has an idea. She has some ideas. He has a dog. She has a cat. He has a problem. He has some problems. He has big problems. He has very big problems. She has a question. She has one question. У нее есть два вопроса. У нее есть. She has два вопроса. У нее есть некоторые вопросы. У нее есть. She has. Некоторые. Some. Вопросы. Questions. She has some questions. У него есть время. У него есть. He has. Время. Time. Значит, помним, время не считаемое. Артикли нет здесь. He has time. У нее есть свободное время. У нее есть. She has. У нее есть свободное время. free time. She has free time. У нее мало свободного времени. У нее. She has. Мало. Little. Свободного времени. Free time. She has. She has. Little. Free time. У него мало свободного времени. У него. He has. Мало. Little. Свободного времени. Free time. He has. Little. Free time. Она видит мужчину. Она видит. She. Sees. Мужчину. A man. She sees a man. Видите, о чем мы с вами говорили? Си. Это долгий звук. Также З. Звук З. С вами разбирали. И называем это же стать артикли. A man. She sees a man. Он видит женщину. Он видит. He sees. He sees. Женщину. A woman. He sees a woman. Он видит. Двух мужчин. И трех. Женщин. Он видит. He sees. Двух мужчин. Two. Men. И. And. Трех. Женщин. Three. Женщин. Women. He sees. Two men. And. Three. Women. Помните, мы с вами подробно разбирали как раз исключения. Помните. Men. Men. Women. Women. Если не помните, опять же, весь материал был дан. Повторяйте в рамках нашего плейлиста. Далее. Она видит. Значит, трех. Детей. Она видит. She sees. Трех детей. Или три ребенка. Четыре. Free. И. Трех детей. Три ребенка. Children. Помните, что children – это дети. She sees. Free. Children. У него есть брат. У него есть. He has. He has. Brat. A. Brother. He has. A brother. У нее есть. У нее есть. Сестра. She has. Сестра. A. Sister. She has. A sister. У него есть. Деньги. У него есть, he has, деньги, money. He has money. Видите, исчисляемое, ставим артикль. Видите, единственное число, a sister, brother, неисчисляемое, не ставим. He has money. Помним, что money, так же как и knowledge в английском языке, это единственное число, но неисчисляемое. He has money. She has two questions. She has some questions. He has time. She has free time. She has little free time. He has little free time. She sees a man. He sees a woman. He sees two men and three women. She sees three children. He has a brother. She has a sister. He has money. У него есть машина. У него есть машина. У него есть. У него есть. He has. Эти. He has. У него есть. Книги. Books. He has. these books. У него есть. Девушка. У него есть. He has девушка, a girlfriend. He has a girlfriend. У нее есть парень. У нее есть... She has парень, a boyfriend. She has a boyfriend. Он хочет посетить эту страну. Он хочет... He wants... Посетить... To visit... Эту страну. Эту this страну. Country. Видите, также не забывайте, как раз вот когда конструкции с want, тоже добавить s. Это же значит, не забывайте лексику, как и здесь. Видите, visit a country. He wants to visit this country. Она живет в том городе. Она живет... Она живет... She lives... В... In... Том городе. Том. That... Городе... City. She lives... In that city. Значит, давайте далее ведем некоторые новые слова и выражения. Значит, скажем. Он занимается бизнесом. Как это сказать? Он... He... Занимается бизнесом. Значит, нужно запомнить, что заниматься бизнесом – это фраза... Do... Сейчас мы поставим в правильную форму. Business. Do business. Заниматься бизнесом. Соответственно, если мы говорим про него, то есть мы должны правильно сказать это, когда он... He... Это... Does. Does. Поэтому получается... He... Does... Бизнес. Она... Занимается бизнесом. Она... She... Занимается бизнесом. Does... Бизнес. She does... Бизнес. Видите, очень важно знать эти устойчивые выражения. Значит, если вы и знаете, то, соответственно, уже вы говорите на 100% правильно. Женуги пытаются переводить, соответственно, с русского на английский, но получается коряво. А если вы знаете как раз эту грамматику, что мы с вами закладываем, правила, тонкости, плюс устойчивые фразы, конечно, это уже непобедимая сила. Мне кажется. Итак, далее. Я знаю. Он занимается бизнесом. Я знаю. I know. Он... He... Занимается бизнесом. Does... Бизнесом... Бизнес. I know. He... Does... Бизнес. У него... У него... Большие деньги, потому что он занимается бизнесом. У него... He has... Большие деньги... Big... Money... Потому что... Потому что... Потому что... Because... Еще раз обращаю внимание, запятую мы не ставим перед because... Because... Он... He... Занимается бизнесом. Does... Бизнес... He has... Big money... Because... He does... Бизнес... У нее есть... Ребенок... У нее есть... She has... Ребенок... Вспоминаем, как будет ребенок. Помните... Дети — это children... Если ребенок — это child... Потом получается... She has... A... Child... She has a child... У нее... Один ребенок... У нее... She has... Один... One... Ребенок... Child... She has one child... У нее... Два ребенка... She has... Two... Ребенка... Children... She has two children... Значит, помним... Ведь если зачислительное, то артикль не нужен. He has... A car... He has... These... Books... He has... A girlfriend... She has... A boyfriend... He wants... To visit... This... Country... She lives... In that... City... He does... Business... She does... Business... I know... He does... Business... He has... Big money... Because... He does... Business... She has... A child... She has... One child... She has... Two... Children... He has... That... He has... Good... increases... resultados... He has... Good... Results... He has... good... Results... У нее she has очень, very, хорошие, good, результаты, results. She has very good results. У нее хорошие знания. У нее she has хорошие, good, знания, knowledge. She has good knowledge. Видите, неисчисляемый артикль нет. She has good knowledge. У него очень хорошие результаты. У него he has очень хорошие, very, good, результаты, results. He has very good results. У него очень хорошие знания. У него очень хорошие результаты, но он хочет больше. У него he has очень хорошие, very good результаты, results, но, но будет but. Также перед but не ставим запятую. И мы с but не начинаем новое предложение. Тоже частая ошибка. Мы не начинаем новое предложение, запятой нет. But он хочет, he wants больше, more. He has very good results, but he wants more. Она изучает английский очень интенсивно, потому что у нее есть мотивация. Она изучает английский. Она изучает английский. Learns English очень интенсивно, very intensively, потому что because she has motivation. She learns English very intensively, because she has motivation. She has good results. She has good results. She has very good results. She has good knowledge. She has very good results, but she wants more. She learns English very intensively, because she has motivation. Я вот все это слушаю, считаю, и так же про себя хочется сказать. I learned English, ну, к примеру, I learned English very intensely, because I have motivation. Или здесь то же самое, видите? I have very good results, but I want more. То есть, пожалуйста, готовые фразы используйте, друзья мои. Мы продолжаем эту очень важную историю. Спасибо, мои друзья.